Hello, guys! Вы попали на канал Ксамира Мун. Не забывайте подписаться, поставить класс этому видео, конечно же, включить уведомления, чтобы не пропускать новые ролики, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь там мы с вами общаемся 24 на 7. А сейчас приятного просмотра! Ну что, друзья, мы приехали в Леруа Мерлен. Будем смотреть, что там есть интересного. Сделаю вам обзор. Посмотрю, что можно купить бьюти-мастерам и не только. В общем, думаю, будет интересно. Поэтому оставайтесь, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Давайте начнем с отдела с освещением. На самом деле, тут можно купить какие-то тоже прикольные вот такие светильники, которыми вы можете задекорировать свой кабинет. Ну и, в принципе, комнату свою. Что за милота! Это, конечно, вот такие прикольные подсветки, которыми можно тоже обклеить комнату свою, либо кабинет, добавить какого-то неона. Тут есть с пультами. Есть просто белый, теплый, холодный свет. Кстати, тут были еще классные такие RGB-прожекторы. Ну, типа как сзади меня сейчас. Но я не вижу именно тех, которые нам нужны. Я такое заказывала себе на Велборис. Но они еще должны быть в Леруа сейчас. Я посмотрю, может, все-таки найду. Нет, короче, я не нашла. Скорее всего, их либо больше нету. Вот. Поэтому можно заказать на Велборис. Но надо будет отдельно еще купить вилочку. Вот вилку я как раз брала тут, в Леруа. Смотрите, какие пуфечки прикольные в зону ожидания. Чтоб клиент мог поставить сумочку, допустим. Часы мне нравятся вот эти вот в металлической оправе. Очень красивые. Короче, знаете, все делают такой важный вид. А я такая несерьезная, без корзинки. Сходила, взяла вот эту огромную коляску. Пусть думают, что я пошла за серьезными покупками, а не только снять вам обзор. Плюс я устала носить сумку в руках. И хуй этого. Короче, вы поняли. Что-то необычное. Диффузор. Очень много выбора тоже разного. И свечечки еще. В такой штуке можно... Сейчас я ее достану. Да, в такой штуке можно как-нибудь оригинально оформить прайс. Допустим, где-нибудь на комоде поставить в черном цвете есть. Стоит 490. Еще много всяких органайзеров, типа вот таких деревянных. Для дома. Но их также можно, в принципе, добавить в кабинет свой. Для удобств. В расцветке только что-то так себе с висятами какими-то. Ну, такой подносик. Но, опять же, может кому-то по стилистике подойдет и будет даже очень ничего. Кухня. Блин, хочу свою квартиру. И обустраивать ее. И делать какую-нибудь красивую кухню. Кстати, интересный факт. Я работала на кухнях как раз, когда только переехала в Питер. Меня очень напрягает огромное количество людей. Вау! Вот это вот уже интереснее. Какие они красивые. Блин! Так. Ну, вот это вот можно рассмотреть себе домой, да? Для хранения ванны. Допустим, можно сюда какие-нибудь там расчесочки сложить. Еще что-нибудь. Ой, вот эти очень красивые. Так, по стоимости 600-700. В зависимости от размера. Вот эти 900-700. И очень красивые вот эти. Смотрите, плетеные. Просто бомбические. Они разных размеров. 1090. Такая красота. С крышкой. Блин! Очень круто выглядит. Это если вот именно рассматривать домой что-то. Для организации. Если рассматривать в кабинет, то можно тоже в ванную комнату сделать небольшой такой боксик. Где сложить всякие принадлежности для девчонок. Типа там прокладки, все дела. Такие еще плетеные есть. И вот эти очень красиво тоже выглядят. Размер такой тоже универсальный. А вот этот побольше. Так, стоимость. Что-то вот какая-то такая стоимость. Кстати, девочки лайфхак. Вот такую штучку можно купить и на нее повесить палитры. И поставить, ну, не на рабочем столе, потому что там много пыли, а где-то, типа, в зоне ожидания, либо где у вас какой-нибудь комод. Вот стоит 131 рубль. Такие наподобие органайзеры, как с икеей, тоже можно использовать в ящик для хранения. Смотрите, 76 рублей стоит. Сюда можно все расфасовать, допустим, из расходников апельсиновые палочки, пилочки и так далее. Очень тоже удобно, чтобы у каждого было, в общем, свое место. Там разный вариант по размерам и цветам шторы в рулоне, который тоже можно использовать вся в кабинете. У них такой материал, который можно, в принципе, протереть. Это удобно. Я как понимаю, разный размер и разные цвета. Вот какой-то молочный, зеленый. Вот с этой стороны красивые цвета. И разный вот как раз размер. Поменьше, побольше все описано. Все понятно. Там еще красивые, я сейчас покажу. О, вы тут смотрите, разные какие. В общем, ну, конечно, текстильные я не рекомендую брать, потому что на них будет оседать вся пыль. Лучше такие, которые можно потом как-то протереть, либо обработать. Но красивые, если кому-то домой надо. Есть вот такие разные рейлы. В принципе, цена вообще супер доступная. Для того, чтобы вы могли поставить его можно в зоне ожидания, где клиенты могут снять верхнюю одежду, купить красивые плечики одинаковые. Также, где можете вы оставить свою верхнюю одежду. Ну, чтобы, допустим, вот такую не брать вешалку. А теперь я зашла в встроенные шкафы-купе. Тоже, когда я еще жила в Ангарске, перед тем, как переехала в Питер, я работала на встроенных шкафах-купе. Потому что, кто не знает, я по образованию дизайнер, и, ну, как раз, типа, такая подобная работа для меня была актуальна. Такие штучки для белья. Если вдруг вы, допустим, будете использовать полотенчики неодноразовые, да, которые будете стирать, можно вот тоже красивую штучку поставить под эти полотенчики, допустим, в туалете. Какие прикольные корзиночки. Не знаю для чего, но они просто прикольные. Можно их даже для контента взять, да, пофоткать с ними что-нибудь. Очень прикольно выглядят. Чуть больше слова прикольно. Под мусор. Ведра, да, корзинки. Такие вот разные. Плюс тут очень прикольные вот такие контейнеры для хранения, опять же, организации вашего рабочего места. То есть можно и расходники большие, да, какие-то объемные хранить тут, чтобы у вас это все на полочках также везде был порядок. Можно все подписать, допустим, и серии положить сюда расходнички какие-то. Смотрите, кстати, они с крышкой идут, что тоже очень удобно. И вот сюда вот, допустим, приклеить, подписать шапочки, маски, перчатки и так далее. И уже в каком-то большом шкафу, где вы это все храните, у вас также будет порядок и организация. Спокойно, легко и быстро можно все найти. Плюс, ой, блин, такие классные. Смотрите, вот всякие, типа, комодиков, пластиковых, контейнеров тоже, органайзеров. Вот такие лоточки, как были в Икее наподобие. Да, они чуть тоньше, чем были в Икее, но, тем не менее, тоже прикольные. Это как раз тут можно все обставить, что необходимо для работы с клиентом, там, базы, топы, обезжириватель и так далее. И уже этот лоточек ставить в процессе того, когда вы переходите к покрытию. Это очень удобно. Размеры разные, вот чуть больше размер, поменьше и другой цвет. Для хранения штучки тоже 1281. Они идут, в общем, разные по количеству ящиков, по ширине. Тут можно хранить также, как какие-то расходники, дизайны, что-то еще. Мне кажется, бьютикам, да, мастерам из бьюти-индустрии всегда есть, куда что засунуть. Поэтому для хранения это очень удобно. Такой, смотрите. Что-то как-то они... А, он, наверное, вот так вот, подождите. Да, ну нет, это нам не подходит. Нам подходит вот этот вариант. И вот такие. Ну, тоже как вариант, прикольно. Дополнительное хранение. Сценник вот 600 с чем-то. Вот эти, кстати, поменьше диаметром, зелененькие. Ну, в общем, дополнительное хранение, кому необходимо. В Leroy очень много всяких ништяков, которые вам подойдут. Так, тут что у нас? Такие, кстати, смотрите, тоже разделители, которые можно разместить в ящичке, чтобы все лежало на своих местах. Допустим, даже если там топы, базы рассортировать. В первом, допустим, у вас может лежать топы, потом базы, потом матовые топы и так далее. Есть прозрачные, есть вот такая серенькая. Такая уже побольше. Но это именно подойдет в ящик. То есть, да, не на открытом пространстве где-то, а в ящике. Кстати, вот это, если вам цену не показало, 300, 200. Вот эти вообще, в общем, недорогие. И они разных размеров, еще и с крышечками. Разные контейнеры, большого размера, поменьше, для аптечки. Вот такой тоже очень удобный, красивый, 394 рубля. Такие с крышечками, тоже разные варианты. Выглядит красиво. 97 рублей. В общем, в зависимости от объема. Если нужно для дезинфекции, стерилизации, мерочный стаканчик, такой большой тут есть, смотрите. 95 рублей. Эти вот штуки, помните, в Икеа, которые продавались, тоже продаются, получается. Стеллаж. Да, стеллаж. С этой стороны еще есть органайзер. Смотрите, какие красивые, 128, очень красивые цвета. Сейчас достану, смотрю. Ой, какая милота. И с крышкой еще. Что-то тоже можно для хранения использовать. Почему нет? Она ломала все. А вот эти вот побольше. 185, 2,4 литра. Ну, такие прикольные. Они выглядят очень красиво. Мне вот этот голубенький понравился. Такое, как ведерко, как будто бы. А, ну вот они стоят. Вот опять эти корзиночки. Ну, понятно, всякие моющие, тряпочки, швабры. Тоже все это можно тут посмотреть и при необходимости приобрести. Зеркала и по скидке сейчас очень актуальны. Вот это тоже очень такое стильное, красивое. Ну-ка, да. Тут всякие штуки для ванны, стаканчики, подщетки, под мыло, емкости. Нереально красивые. Тоже можно все подобрать, если отдельно в кабинете. Во-первых, вот это можно вообще для фоток использовать. Во-вторых, если в кабинете, то можно красиво подобрать дозатор под мыло и покупать жидкое мыло для клиентов. Будет очень круто. Смотрите, какой красивенький. Такой матовый. И вот этот очень красивый белый с деревом. Стоимость у них вот такая. Это тоже симпатичный, да? Такой пластиковый стаканчик. Выглядит прикольно. Такие тоже. Более упрощенные варианты. 77 рублей. Ну, как вариант, тоже нормально смотрится, знаете. Ну, вот это уже такое, шикарно, шикарно, шикарно. Что там дальше? Блядь, я ору. Почему так все смотрят? Знаете, как будто бы мы живем не в 21 веке, как будто бы люди не снимают ни контент, ни себя. Вот я сколько нахожусь сейчас в Леруа, все так смотрят. Типа так. Блядь, сейчас будет очень красиво. Подождите, давайте вот этот. Господи. Роскошь, роскошь. Дорого-богато. Я помню, вот такие были одно время так актуальны. Боже, мне казалось, что это лучшее, что могли придумать. Смотрите, они еще там шевелятся. Такой вариант. Такой типа с мрамором. Ой, вот эти очень красивые. Очень красивые. Блин, девочки, мальчики, тут столько выбора, я сейчас умру. Вообще. Это так эстетично в руке даже сидит. Понимаете, с этим можно контент делать обалденный. Вот такой. Как будто бетон. Очень красиво. И все, к этому, ко всему есть. Вот с дозатором, да, и мыльницы тоже разные, которые можно использовать также и в контент съемки. Посмотрите, просто какая красота. Сюда можно уложить какие-нибудь колечки и так далее. И это все фотографировать. Почему нет? Вот это тоже. Просто вау. Просто вау. Черный вариант. Такие, знаете, какие-то немножко винтажные, да, как будто бы с жучками. Вот эти прикольные с мишкой. А вот это деревянные. Тоже деревянные. А, нет. Мой лица. Нет, ну деревянные. Я вас обманула, я не знаю. Но выглядит как деревянные. Очень красиво. Это 625. Такие. Смотрите, как фактурно все выглядит. Такой вариант. Блин, вообще, с этим можно на такой контент делает. Тоже красиво. 766. Дерево с белой такой керамикой тоже нереально классно смотрится. Так, это, наверное, стаканчик. Да, такой вариант еще и стаканчика. Деревянный. И вот это вот тоже все можно очень прикольно использовать для съемки контента. Плюс, как мыльницу. Дозаторы. Такое, да, стильное. Вот к нему мыльница и стаканчик. Вот это цветное тоже стекло очень красивое. что-то типа затенькие. Просто я залипла на этих штуках, потому что их так много, и они такие все красивые, что я не могу отсюда уйти и не показать вам каждую. Это что-то вообще на богатом однозначно. Такое сочетание красивое. Смотрите, вот это все рядышком вместе. Просто такая богема. Вот эта вот янтарная комната какая-то. Боже мой. такой красивый цвет, она такая, знаете, бархатная. Нереально красивая. Максимально стильно. Смотрите, такие типа бетонные. Они, кстати, прикольные, все-таки на ощупь, знаете, приятненькие. Тут еще огромный, конечно, выбор всяких корзин для белья. Они вообще абсолютно все разные, разные ценники. По-разному все это выглядит. И все-таки вот тоже поменьше есть. Есть это, кстати, интересно. Смотрите, какие красивые сеточки. Для чего это подвесная корзина. А это просто корзина-органайзер, которую можно также использовать и для съемки контента. Есть такая черная. Черная стоит 263, есть такая же беленькая. Белая тоже такая красивая. Ну, сюда в них, естественно, можно что-то наполнить и это можно красиво все фоткать и снимать. Органайзер ящик. Этот с делением он стоит дороже 633 рубля. Такие кругленькие с деревянными крышками, тоже прикольные 670. Сейчас посмотрим. Вот такой. с пробковой типа крышкой. Стоимость 670, есть прямоугольные. Вот такие, смотрите, органайзеры. 491 рубль. Такой подносик. Он идет без разделителей. Есть в двух цветах 312 рублей. И вот такой вариант, смотрите, с половинкой прозрачная, там белый. Есть побольше размерчики. Вот этот классный, тоже такой квадратный. Также в двух цветах. И еще есть прямоугольный маленький, смотрите. Вот так, допустим, это особенно, мне кажется, прикольно на курсы или еще куда-нибудь, где небольшое количество раскладываешь всего необходимого и ставишь на стол. Набор этих всех корзиночек, которые мне понравились. Из трех штук 1293 рубля. Это, наверное, даже будет выгоднее. поменьше и побольше. А вот еще беленький тоже красивый с пробковой крышкой. Тут есть под кисточки типа, под косметику штучки. и мне понравились вот эти красивые небольшие мусорочки. Посмотрите, просто на них бак для мусора. Ой, вот эти такие прикольные. Смотрите, какие они стильные, типа в стиле американского бака. Очень классно выглядит, согласитесь. И вот эти очень красивые, простенькие, стильные, ну, плюс хромированные тоже всегда актуальны. Белые с деревом, полностью деревянные. Такие вот 800 рублей. Они вот так работают. Так, а эти что, 960, 800 и 1000. Тут побольше объемчик уже 1976, но почти 2000. И вот там что-то наверху еще есть. Это вот эта вот штучка под зонт, наверное, да, такая. Органайзер напольный. Ну, я думаю, что это под зонтик, скорее всего. И смотрите, вот какая штука, 240 рублей. На ней можно сушить инструменты. Помните, были такие прикольные полочки в Икее, которых уже потом не было, до момента еще даже закрытия Икее. Как вариант, можно взять вот такую полку 240 и на нее уже выкладывать сушиться инструменты. Какие еще я нашла красивые. Ну, тут сразу подобрано типа вам все в одной стилистике. Вот это вот прикольно. Дозатор, мыльница и такое мусорное ведерочко небольшое, плюс ёршик. Классно выглядит. Смотрите, вот тут есть дополнительные тележки с ящиками, без ящиков. Пластиковые есть не пластиковые. Вот такие, да? Огромный выбор по зеркалам, вообще такие классные. Есть поменьше вариантик, тоже. Вот помните, в Икее был популярный. Ну я, естественно, не вышла без покупок. Всеми полезностями делюсь в своем телеграм-канале и мы там с вами общаемся 24 на 7. Подписывайтесь, ссылка есть в описании под видео.